Первым делом, если мы хотим перевести сайт в композитный режим работы, нам необходимо сделать настройку в административной панели. Настройка системы подработки технологии производится на странице «Композитный сайт», которая находится по пути «Настройка», «Настройка продукта», «Композитный сайт». Открываем. В данном случае видим композитный режим выключен. Нам достаточно нажать данную кнопочку «Включить композитный режим» для включения данного режима и настроить соответствующий параметр. Нажимаем, соответственно, включение у нас произошло. Что у нас есть? Первый механизм хранения кэша. Пока мы рассматриваем хранение файла. В следующем части мы разберем другие варианты хранения. Учитывайте, что подобный механизм выбора, где хранить кэш, появляется только с версии 14.5.2, версии главного модуля. Перейдем к следующим настройкам. Список доменных имен. Нам необходимо ввести все доменные имена, на которых сайт открывается. Нужно учитывать и указывать также все поддомены, включая с 3W. Каждый домен мы указываем с новой строки. Если вы работаете на виртуальной машине с сайтом, ну, как в данном случае мы, или по техническому адресу, ну, с указанием порта, то вам необходимо также указывать домен с портом. То есть у нас автоматически подставился наш API, указался порт. Ничего не стирайте. В противном случае это может быть проблемой, если вы пытаетесь таким образом отладить сайт. Отладите композитный режим, а он у вас не работает. Вы потратите время и силы на то, чтобы выяснить, по какой же причине у вас композитный режим не срабатывает. Перейдем к следующему пункту. Маска включения. Тут нужно указать маску пути, для которых будет применяться технология. По умолчанию, которое мы видим сейчас, звездочка .php и звездочка .slash, это, как правило, минимальные необходимые маски. Вторая срабатывает, когда открывается индекс на странице раздела. А первая, когда открывается какой-то файл напрямую. Вы учитывайте, если у вас на сайте используется какой-то чипу, который не оканчивается пути на слэш, а, например, на .html, то это тоже нужно прописать. В противном случае у вас композитный режим для таких страниц работать не будет. Для того, чтобы композитный режим работал, он должен подпадать под маску включения и не должен подпадать под маску исключения. В нашем случае у нас написано исключение для пути Bittrex, то есть папки из всех подпапок и файлов вложенных Bittrex и страница 404. Для того, чтобы композитный режим в этом случае не работал. Галочка «Сохранять на диск только страницы без параметров». И поле, а также страницы, содержащие только следующие параметры. Это настройки, связанные, работают вместе. Если мы снимем соответствующую калочку, у нас поле пропадет. Композитный режим работает без ядра Bittrex. Он ничего не знает ни про компоненты, ни про логах, ни о пилогах. Нет ни одного класса ядра. Поэтому на диск будет записываться любой URL. То есть, если вы произвольно будете менять get-параметры местами, а стороны Bittrex это будет одна и та же страница. Давайте я на примере покажу, что это. Вот у нас здесь прописаны какие-то get-параметры. Мы поставим A равно 1 и B равно 2. Соответственно, со стороны Bittrex вот такой путь. Это отдельная своя страница. Если же мы местами поменяем A и B, то в плане PHP, в плане сайта ничего не изменится. Ему также придут два get-параметра B и A со своим значением. Но URL, адрес, будет совершенно другим. Поэтому композитный режим работает без ядра. И для него также это будут совершенно разные страницы. И, следовательно, на диске будет создана столько копий одинакового контента, сколько у нас будет открыто различных комбинаций этих get-параметров с различными комбинациями значений еще. На большинстве сайтов используется ЧПУ, а, следовательно, количество get-параметров минимально. Ну, какие-то для постраничности фильтры. Поэтому и была введена эта галочка «Сохранить на диск только без параметра», потому что позволяет покрыть большую часть страниц сайта. А, с другой стороны, не складывает на диск дублирующий контент, который съест все отведенное место под кэш. Поэтому эта галочка настоятельно рекомендуется устанавливать. Для того, чтобы, работая рекламной кампанией, эфиренские ссылки, если вы хотите включить кэш разной страницы, например, лента новостей с постраничностью, для этого существует поле, где вы можете перечислить эти get-параметры. Например, откроем новости, поставим, что у нас здесь выводится по два элемента. У нас, соответственно, появилась постраничность. Очистим все лишнее. И, как видите, мы можем добавить вот этот get-параметр также для того, чтобы он попадал в индекс, композитный индекс, потому что контент отдаваемой страницы совершенно разный. И, как видно, рома трома would Продолжение следует...